Марина — это имя морсное, Ты шторм и штиф, Марина — волна. Марина — это звуки прибоя, Марина нежна и нужна. Ау-ау-ау, рыбка в море, я тебя найду, Мариночка, ау-у, угаду. Мариночка, иди, обниму. Так, ну что, всем привет, привет, это Туб, солнечная Толя на проводе. Боносерос, сосед с первого этажа. Так, ну что, всем приветик, я тут не заляпана, ничего. Саша ушла в мои курточки. Мне надо зайти в магазин, купить туалетную бумагу. Ну, я говорила, да, в прямой трансляции, там что-то по мелочам. Не подумаю, что надо там бумагу нос сморкать. Мощие средства для пола какое-нибудь одно. Немного там прокладки, я не знаю, такой. Если магазин открыт. Сейчас я, потому что Саша не захотела свое одевать, говорит, на улице весна-веснущая. Пойду без куртки. Я говорю, ну возьми хоть мою, она легкая, она запихивается в кулечек, ее можно потом в кулечки просто нести. Вот, ну там сумочка, знаете, да, там, типа сумка на этом, на самом пиджаке. А мне здесь рядом, и я пообещала, говорю, девочки, сейчас покажу масло, которым вот я натирала пианино там у бабушки дома, помните, на работе. Вообще для мебели, вот как у Самвелла, то есть вот это его мебель, то есть его мебель, вот это вот мебель, если начистить. Вообще дерево, оно любит масло, поэтому оно потом впитается, будет очень классно. Так, животы, девочки, главное, втянули. У вас скоро праздник, вы его, наверное, чувствуете, особенно Россия, Украина. Будете собираться шумными компаниями. Ну, кстати, у вас можно собираться компаниями? А у вас, наверное, интересно, ну в Москве я так поняла все, ну в Москве, в России я поняла, что все открыто. А в России этот, в Украине, работают кафешки, там бары. Вы будете собираться? Так, сейчас дорогу буду переходить. Интересно, вы там будете, это самое? Собираться вам можно? Ну, а мне здесь рядышком пробежать. Там салфетки вот мне мокрые нужны были. Я сумку взяла, когда мы покупали Саше кроссовки в магазине. Нам дали, сейчас покажу, такую вот красивую сумку. Но она стоила рубль пятьдесят, по-моему. Вот так называется магазин спортивный. И я ее взяла. Ага, прохладненько, ветер холодный. И я ее взяла. Чтобы все в нее положить, чтобы не с пакетами поспать. А мне, кстати, пакеты закончились. Мне сейчас нельзя спешить. Мне нужно взять, а не так, что раз-два, если открыто все. И постоянно все забываю. Мне писали, как пишите на листочке. Да надо. Что, закрыли? Да, на улице прохладненько. У меня батареи выключены везде. Только в моей комнате включена батарея. И в Сашиной. Они еле-еле идут. Ну, типа, не на всю катушку. Они сами до какого-то состояния нагреваются, потом выключаются. Но, тем не менее, тепло. У меня в комнате, у нее. О, да. Прохладос, прохладос. Прохладос. В понедельник, Саша, идем в это училище. Ее, куда она хочет переводиться. Вот кто-то в доме жрать будет готовый, да? В понедельник перенесли на раннее утро. Если прямую трансляцию не смотрели, скажу, что мы не пошли ни по нашей вине. Просто такое что-то случилось, и я не могла. Не могла, чтобы меня и там, и там показывали. Поэтому вот так. Рядом около моего дома этот магазинчик. Раньше он назывался Эпершоп. Сейчас как-то по-другому его называют. У меня, кстати, там карточка есть. И вот тоже дают вот эти вот. Молодец. Собирает. А что, она тепленькая, рукам приятно. На улице холодно. Тут согреется немножко. А вот. У меня там есть пункты. Как они? На русском все никак не могу пить. Я не знаю, как они. Баллы, которые вам на карточку кидаются, а вы потом, допустим, на 3 евро с конта, на 5 евро с конта. Набираете. Что вам надо. У меня туалетная бумага. О, стоят красотульки. У меня туалетная бумага много расходуется, потому что я еще за кошками, я убираю это бумагой. Я не могу совком. У меня не получается. Я сегодня песок поменяла. Обычно я меняю там на воскресенье. А иногда бывает, я могу дотерпеть до понедельника вечера. А как-то на этой неделе попачкали. Я быстро хожу. Так, девчонки прямой трансляции писали. Говорят, у нас, говорит, снегом все завалено. Так необычно смотреть, что у вас открыт магазин. Вот он. Так необычно смотреть, что у вас все это зеленое. Ну да. А я уже здесь привыкла, девочки, уже все. Не знаю, привыкла как-то. Видите, а булочная, интересно, закрыта. Потому что, я смотрю, там открыто, там закрыто. Я бы, Саша, что-нибудь купила бы. Чайку бы. Она чаек сама сегодня делала. Закрыт. А он открывается с 16.30. Наверное, потом откроется. Тоже не пили, не пили чай. А сегодня смотрю, она утром себе... Она сама себе завтраки и обеды готовит. В холодильнике есть что-то. Холодильник не забитый. В нем есть что есть. И надо доедать. Надо доедать, чтобы в холодильник помыть. Хорошо. Там рыба есть. Все есть. Нам хватает одной рыбы на двоих. Вместе с гарниром. Видите, здесь еще не поменяли это самое название. Так, что я делаю, девочки? Я захожу. Мне надо другие очки поменять. Манджор нас. Они здесь по рублю 59 уже стали. Масло. Вот это вот, видите? Называется Олья Рис Татуратуре Пермобили. Для темной и Киару. И для светлой. Подоистили. Они разные бывают. Бывают еще вот такие вот пронто. Где алкоголь и этот самый. Короче, вот в этом отделе. Вот еще, видите, тоже для этих самых. Для восстановления дерева. Но мне больше всего нравится вот это. И есть в таких прозрачных. Прямо прозрачное масло. Найдете в хозяйственном магазине. Смотрите, вот со сконтом я беру для мытья полов. Я все время беру со сконтом. Вот, допустим, вот такие вот. Большие тоже, видите? Тоже лаванда. Хирурги посоветовали. Видите, советуют хирурги вам его покупать. Тоже идет со сконтом. Стоил 279. Сейчас по рубль 99. Но я без машины, поэтому я беру этот. Для туалета, допустим. Мне нравится лаванда, но так как есть сконт, я, допустим, беру вот этот для туалета. Видите? С белизной этот идет. Вот, допустим, смотрите, тоже, видите, со сконтом. Стоил рубль 69. Сейчас рубль 19. Красатор и чиф. Мне эта штучка должна быть. Поэтому я беру ее. Вот эти вот покатульки, видите, для унитаза. Видите? Тоже со сконтом. То есть здесь очень удобно брать, потому что все со сконтом есть. Единственное, что я думаю взять мне вот этот. Ну, может быть, лучше этот. Есть ли у меня дозатор дома или нет, я не помню. Здесь ведра, здесь щетки. Я, кстати, на унитаз себе новую штуку заказала на Амазоне, потому что я не знаю, где покупать для унитаза. А у нас тут нету такого тазика. Короче, хозяйственный магазин один слоен. Есть очень крутые моющие средства для пола вот такой вот марки, видите? По 5 евро. Дорогие. Ну, хороший. Марка модная. Девушка мне за вот эти вот писала вот пакеты. Видите? Складываем эти джинсы. Это мизура для больших размеров. 50... Как это? На 50 раз. Белые и цветные вещи можно стирать вместе. Вместе стираем. А девушка мне советовала... Марина, купите для... Своего покрывала с помпонами. Вот такие сетки. И они у меня где-то были. И где они, я не знаю. И вот так же для обуви. Видите, продается. 9,49. Вот такие вот цены, девочки. На машинку закрыть тоже. Вот смотрите. 9,99. Блин, музыка играет. Я все равно беру вот эти вот пакеты. Вне зависимости даже от цены. Потому что они мне подходят в этот... Они мне подходят в мусор. Возьму всего два. Мне хватит. Потому что у меня немножечко еще есть. Большие пакеты мне тоже нужны. Здесь сколько их? 10, наверное. Мне для мусора нужны. Для пластики. Так, сколько они? 2,39. Ну ладно, да. 2,39. Тряпочки. Какие только хотите. Понимаете? Все для вас. Вот эти губки сегодня по скидке. Видите? Тряпочки можете выбрать. Я не знаю. Может вот эти вот взять. Здесь их 20. Для пластики. Наверное, лучше вот... Они не короткие мне будут. Ладно, смотрите. Как они? Они 4,98. Мне все равно нужно будет. Я много тоже набирать не хочу. Потому что отнести было мне тяжело. И что мне здесь? Здесь я не знаю. Что-то эти вот есть из Треберу. Видите? Они по разной цене. Цене, которые бросаете в машинку. И если вдруг что-то... Что-то они так бросили. Что-то вещи не перекрасились. Ну, я думаю, многие из вас знают. Дальше. Смотрите, денежки. В тот раз я брала вот эти были псконтом. Саша его, да? Я брала несколько, когда она болела. Здесь вот эти вот по 3 евро. Видите? Оно. Речевец убит. Это салатуа 3 евро. Сколько на 100 минут они? 1,99. Да. Вот. Я ей взяла. 1,99. Вот такие вот. Черные. Так. Тампа бокс на 70 этих самых. 2,99. А, на твою карточку упадет 3 евро. Если берете вот эти. Это новые какие-то. Ну, давайте 1 возднем. Для пробы. Хотя, с другой стороны, зачем они мне 100% органика. А это органика. И поэтому, руб, 99, нет. Ник, 99 хватит. Ну, и вот здесь же салфетки. Это карта Дженника. Это тоже, это туалетная бумага. Туалетная бумага. Вот эту сумму. Вот туалетная бумага получается влажная. Мы ее тоже возьмем. Оп, с переключаться. Девчонечки, ну что, я дома. Сейчас покажу, что взяла. Какая-то такая аура в тяжелой в магазине была. Вот, не знаю. Или такой день у меня. Какая-то аура. Короче, не мой день такой. Аура такая была. Что взяла? Опять же, все по сконтам. Смотрите, все, что сейчас набрала. Минус еще 8 евро. Потому что с меня убрали вот эти вот, я говорила, да, пункты. Вот эти вот, не знаю, как они называются. Пункты, баллы, баллы. Вот с меня убрали эти 8 евро и плюс, то есть, допустим, я заплатила 20 евро. 8 у меня убрали. И еще дали 4 евро на следующей неделе. Сконт, если я сделаю покупку на 10 евро. Я потому что хотела сестре купить. Помните, я же не купила для стирки вот эти капсулы. Потом карантин туда-сюда. Закрыли. И ее тоже не было. Все, я их использовала. Сегодня хотела взять, ну, чтобы посылку докладывать. Они сегодня по 9 евро. Нет сконта на них. На вот эти вот Dash. Вот. Скажу уже, когда будут сконты на неделе. Наши мастер мне что-то не отвечает. Я хотела спросить, едут автобусы или нет. Зашла в булочную, хотела Саше что-то купить. Посмотрела на все это. Поняла, что я просто хочу жрать. Это одно. Что мне эта булка даст? Ну, вкусно, щейком. Думаю, нифига. Сейчас я приду, сделаю себе макарончики вот эти вот тоненькие. У меня есть там филе куриное. Салатик. Все. Нормально, Марина Владимировна. В общем, что я брала? Я брала вот эти вот штуки про сконтам сегодня, которые были. Она немножко неудобна, потому что она пошире, чем там. И учитывая, что я ездила без коляски, и взяла эту сумку, и не учла, что эта сумка, она удобная, классная, но ее надо нести в руке. Ну, максимум сюда повесить. То есть она сюда не вешается, и все равно тяжело. Обыкновенная бумага, которая стоит около туалетного столика. Просто вынуть и нос посморкать. Да. Туалетную бумагу просто брала. Ту, которую я брала, в основном сегодня не было. Взяла вот эту, кстати, у меня. Я в копе брала тоже сейчас, которая у нас туалетная бумага. Помните, я показывала несколько недель назад? Тоже очень классная. И это тоже очень красивая такая прям, да? Не то, что вот я помню, приедешь в Украину, а там наждачная бумага в туалете. Это ж ужас. Это ж ужас. Ладно, не буду говорить. Пакеты для мусора. Как раз у меня пластика мы забрали. Я думала, у меня нет пластики. Оказывается, она была спрятана у меня в пакете в баке. Поэтому такие вот пакеты взяла в синий. Я сначала взяла в зеленый, а потом и тут написано для пластика. И в принципе, у нас забирают и в зеленых, и в черных. Но по закону, по правилам, пакеты для пластики должны быть синие. У нас, по-моему, раз в год их выдают. У меня уже закончились. Обыкновенный пакет. Вот такой, он даже короткий. Поэтому я зеленый брала, да, он короткий. А я в этот выкидывала песок. Мне они удобные для песка были. Ну, тут такое. Дала мне книжку. Зачем она мне эти книжки постоянно дает? Вот так вот называется. Магазин еще раз. Не знаю, есть ли она платная эта книга. По-моему, бесплатная. Ну, я никогда ее не читаю. Дальше. Для мытья полов я брала 99, по-моему, опять-таки 90, да, вы видели. Лавандочку. И вообще, у меня всегда много моющих средств. Ну, у меня все закончилось. Как раз с начала месяца я ничего не покупала. Пахнет вообще обалденно. Полы протираю каждый день. Воду меняю иногда два ведра. Поэтому для полов. И люблю, когда у меня наставлено. Прям для полов люблю, когда у меня прям несколько вариантов. Прям несколько. Я вот прям их меняю там. И я не лью, как колпачок. Я лью, вот, как мне надо. Не полбанки там, не четверть банки. Ну, так хорошо наливаю, чтобы можно было хорошо помыть. Для унитаза. Я, в основном, унитаз заливаю всегда на ночь, как и все многие другие. Или же, если это уборка, я убираю, могу в течение дня. Это марка Эпишоп именно этого магазина. Поэтому он стоит дешевле. А другой стороны, мне нравится больше этот Твитчи, по-моему, он называется. Цветной, такой красивый. И намного приятнее. Этот с белизной. Кандиджина. Белизна. Салфетки. Салфетки интимные. 50 штук. Пошли в туалет. И чтобы не использовать бумагу. Мне вот Саша такой полюбляет. Мне тоже такое нравится. Как-то время часто брала. Потом, бывает, не беру. Потом раз, опять возьму. Пахнет очень приятно. Для вашей попочки. Для передницы. Для ракушечки. Очень удобный вариант. То есть, это именно уже идет туалетная бумага. Потом, все-таки, вспомнила. Есть у меня дозатор. С красотурой кандиджина. То есть, это убирает. Ну, как, типа, для жирных поверхностей. Да, там, для раковины залить. Тоже он идет с кандиджиной. Это... Учим девочки итальянские. Кандиджин. Это белизна. И также, видите, показано, что вот и мебели моют. И рубашки даже на воротнике забрызгивают. Перед тем, как бросить стирку. У меня не хватало. Я их тут раз мало взяла. То у меня бывает такое, раз, если вот, допустим, карлик на машине, я могла набрать, и все, у меня стоит. Мне хватает. Мне никуда, кольца не хватает. Так что до сих пор не вытащила. Для Виннис. Для мытья посуды. Брала специально такой, да, что вы открываете. Жидкий. Я знаю, что многие знают. Но скажу, возможно, бывает такое. Кто-то забыл, может, раньше пользовался. А потом он сейчас увидит, скажет, блин, точно. Чтобы пластику не выкидывать. У меня, я же купила, помните, в Икее. Все, конечно, это используют для ванной комнаты. Я как-то вот здесь приловчилась. Просто переливаю сейчас. Вот так вот, да. Это этот самый для мытья посуды. Я для мытья посуды, кстати, и не использую часто. Видите, немножко развожусь мылом. Потому что я здесь, на кухне, иногда бывают мои руки. Это под раковину у меня ведет на потом. Добавляю холодной или горячей воды, какой вам надо. И все. Чтобы меньше использовать эту химию, скажем так. Потому что мне пишут, вы столько химией используете. А ну, а как без нее? И все. Она будет жиже. Жиже и нормально. Меньше используется. Потому что у меня посудомойка. И мне как бы не надо там прям, чтобы оно прям 100 на 100 было. Но опять же говорю, я сюда покупаю в основном всегда мыло. Именно жидкое мыло. И для посуды здесь никогда не стоит. Это я просто увидела со сконтом. Думаю, ладно, возьму просто со сконтом. Потому что это для посуды. Так, как у меня аллергия. Не аллергия, но цепки такие. Я беру сюда обыкновенное мыло. Мне этого достаточно. Это второй вариант туалетной бумаги. А нет, это обыкновенные салфетки. Обыкновенные салфетки я могу ими там где-то у котов что-то протереть. Самого кота протереть с задней стороны. Пахнет вкусно. Тоже то, что было со сконтом. Меньше стоило. Мокрые салфетки. Это детские обыкновенные салфетки. Я могу ей поверхность протереть и все. Я знаю, что я как-то показывала. Очень часто раньше пользовалась салфетками для мебели. Чтобы потом даже не надо было споласкивать. Протер пыль и все. В этот раз покрутилась, покрутилась. Думаю, ладно, если что, через недельку возьму. Пока эти. Эти у меня всегда на ходу. Они у меня всегда в этом районе. В этом районе мне нужно разобраться с бумагами. Там наставлено. Но они мне нужны. Все-таки здесь мне удобнее. Я взяла пластыри. Взяла пластыри, потому что увидела, что у меня папиллома выскочила тут на спине. И я хочу попробовать, работает или нет. 3-4 дня ложите кусок чеснока. Закрываете этим самым. Не принимайте душ. И вроде как она отпадает. Я хочу попробовать. Поэтому чеснок есть. Эти есть. Кусок отрежу. Саша мне заделает. Я хочу посмотреть. Я его видела случайно. Не знаю, как. Как можно. Я папиллома видела на шее у женщин. Под руками я видела много. Это ужасно. Вот у меня вот здесь. И вообще мне надо тоже к доктору попасть. Чтобы у меня убрал все эти мелкие родинки. Я даже не могу купить себе цепочку. У меня вот эта родинка за все цепляется. У Саши тоже, кстати, как у меня, очень много родинок. Штук не хватало вот этих вот для смотки макияжа. То есть, в общем, в принципе, все по дому, все дельно. Вот она вторая. Это что у нас? Вторая. Нет, это я ошиблась. Вот это у меня получается для дома салфетки. Не для дома, а туалетная бумага. И вот это, да-да-да. Вот они, две туалетные бумаги, да? Да, вот они, две туалетные бумаги, разные. А это, это, это салфетки, детские салфетки, которыми я могу протереть поверхность. Или там подоконник я могу протереть. Я же говорю, там или у кошечек там что-то так как-то я могу протереть. То есть такое. У меня они, кстати, всегда лежат, и я никогда не, ну, не дотягиваю, чтобы у меня они не закончились. То есть у меня и у Александры в комнате есть, и в моей комнате тоже эти салфетки есть. Особенно помогало, когда, не пахнет, как вкусно, это для деток. Вот, особенно помогало, когда нос вытирал из сухой бумаги. Вот это и было классно, что не тянуло здесь кожу, когда нос был забит. Ну ладно, прокладки упакую. Две упаковки я взяла вот таких вот, одни с яблоком. И здесь лаванда, обыкновенные мешочки. И тоже всегда говорю, что всегда мешки у меня открытые лежат. Вот, эти мешки ходовые, вот, они подходят в мои, это единственные мешки, которые в мою корзину подходят для мусора, который на всю квартиру там, да. То есть мы же разделяем, получается, органику мы разделяем с пластикой, бутылки с бутылками. Кстати, мне надо бутылки или отнести женщине под вино, и вино я брать не буду. И, или выкинуть. Ну, так вариант стоят, как там много бутылок, с того еще раз осталось. Я когда сказала, что мне не наливать, а мне говорят, что тебе не наливать? Мы только всю субботу сидели, а я как раз после субботы, там дня три прошло, комментарии будут. Иногда читаешь комментарии, блин, да, если хочешь, то пахнет яблоком, действительно. И мне вот эти вот подходят по размеру. Мой мусор, потому что мусор выносим один раз в неделю, который, там, вот, допустим, пыль у вас, или, там, грязная салфетка, вы пыль протерли, да, там, с мебели. Подмели пол, то есть, вот туда вот это все идет. Все, положу сюда, у меня будет все уже. Одни салфетки я брала, такие вот, Александр, в сумку, если ей нужны. Обыкновенно я пришла с улицы, я укинула. И брала тушь, брала тушь, в этот раз вот такая вот, она была по сконтам по 9, по 7 евро, по сконтам по 7 евро. И, знаете, у меня тушь закончилась, а я стояла, на нее смотрела, думаю, возьму, я потом думаю, ну ладно, еще недельку этой помажусь, хотя это уже все, она закончилась. Вот, думаю, возьму потом, и как раз она мне говорит, новая девочка, ни разу ее не видела, очень симпатичная, и она мне говорит, это, будешь, будешь, будешь виски. Она говорит, вам не надо тушь, я говорю, да надо, она говорит, ну, а вот есть сконт на этой неделе. Я говорю, ну, давайте, она достала, как-то показала, она говорит, это насыщенный черный будет, типа это, я говорю, да, это за 12 в розах, такой же, только розовая упаковочка. Она говорит, она говорит, не настолько черный, как вот это, какой-то макс там будет. Но мне тушь нужна была, я, кстати, сейчас эту сразу выкину, а тут достану. Ну, здесь остаются чеки, в итоге, получается, я заплатила 20, примерно, там, 23, по-моему, даже не знаю, не чек. Потому что здесь, а, вот он, наверное, отсюда чек. Я заплатила, девушки, это не отсюда чек, это старый, ну, знаете, да, наверное, с кошелек бросил, потом посмотрю. Ну, в общем, короче, 25 евро заплатила, минус 8 евро и плюс 4 евро дали на следующую неделю ску. Видите, хорошая сумка, удобная, все, ну, она неудобная, нести тяжело. Все, сейчас это все раскладываю, ставлю себе на макарошки, сделаю макарошки себе, пожарю себе грудочку, салатик и будет несчастье, все. Посмотрела на булки и поняла, что, наверное, я хочу просто есть, потому что я завтракала очень давно, вермишельку буду пользоваться вот эту вот тоненькую, она 2 минуты будет готова, а эти временем пока разнесутся. Девчонки, что я делаю? Что я делаю? Я вода у меня уже закипела, разогреваю, чтобы обжарить грудку. Давайте, наверное, восьмерку здесь тоже. И отключаю модерн токен, у меня играет у Саши музыка, потому что здесь он играет радио, с этой радио, с подсветкой, девчонки, есть ссылка под видео, просто великолепно. Здесь постоянно подсветка ночью, это очень удобно. Девчонки, я вот эти вот макарошки покупаю, смотрите, обалденные, да? Раз, ну сколько мне там надо? Два, они типа на яйце, три, ну давайте четыре, все, четыре, варится две минуты и готовы. У меня сестра макароница, у меня сестра макароны, она без макарон жить не может, я картошница, я без картошки жить не могу. Но смотрите, как-то сейчас я без картошки, ну обхожусь. Опять же говорю, я не то, что там я села на жесткую там диету и там и вообще там то нельзя, то нельзя, нет, 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 ой, сейчас потечет, 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 потечет. Нет, 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 просто что ну как бы немножко, и я по себе чувствую, что я там, я не похудела, у меня вес был 67 за вот этот вот период я набрала. Сейчас 63 с чем там, 63 с тупом, я утром взвешивалась, но опять же у меня митинг, я не знаю, если это как-то влияет, там может быть там вы будете весить больше или там или нет, я без понятия. Когда Светлана моя кумака мне приезжала в гости, у меня тоже вес был, когда я начала приводить себя в порядок, у меня вес был 63, с чем-то 63. Вот, а похудела я на NL, на NL, NL, похудела я до 57, не 54, не помню, пока мне в этом 54, был 63, стал 57, или 54, врать не буду. То есть я хорошо сбросила, но при этом я тебя, я сбросила вес, ну не знаю, вот сейчас я как-то вот чувствую лёгкость, не знаю. Я доела всю папусту квашеную, надо будет потом на недельке, или там вот сейчас эти овощи доесть, квашеной капусты ещё купить. Всё, у меня кабачки остались, там помидорчики с травой, сейчас я это всё разогрею, вот так он будет. Я вам говорю, нафиг табулка, это я сама себя уговариваю, я хотела булку. Так, ну что, всё, дожаривается, Сашка что-то наигралась, как-то перестала включать одно время не он в своей комнате. Ну вот, да, что мы сделали. Я всё у меня прям с удовольствием включила, прям зашла. Как ты туда залезла, давай, вылази, Маша. Олег, состок. Видите, я вот сюда вот поставила вот эти вот салфеточки. Вот эти салфеточки поставила, здесь сегодня я убрала, поставила, видите, как будто как в коробочку, потому что, чтобы не падали, всё-таки поставила. Вот эти вот, мы пользуемся вдвоём с ней, для смывки макияжа. Все духи здесь, вот это я сейчас выкину сразу, я пользовалась этой тушью, и, кстати, Александре тоже... Ма-ва, фанкулу, ма-ва, ма-ва, ма-ва! Ма-ва, ма-ва! Мадонна, Мадоска, рогацы, ми фата паура, ми пердоверо! Мисус повинтата! Аспятова доплерки чергатук, кефата кулькоза, кемесенту. Видите, а здесь я вот так вот сюда сложила. А это мне прислали из Израиля. Смотри, мама, я всё тебя напугала, я уже дома. Блин, я расслабилась. Тарелочку, курочку, макарончики, твои пришли. Други помой, пожалуйста. Сейчас через ситочку макарончики туда этот самый, и разогрею себе этот самый, этот, овощи. Мили, салатик сейчас сделаю, посмотрю. Ну, эти девочки. Сашка, напугала? Я говорю, конечно, напугала, блин, в расслабленном виде было. Это я Саше заказывала на Амазоне два спортивных лифчика от фирмы Puma. Очень дешёвые, то есть я не, ну, если беру, не беру и дорогое. Ну, типа спортивное бельё, всё, она тоже на него, она уже больше не носит. Тоже лифчики, вот эти вот, я имею в виду, носят только спортивные. И ей очень нравится. Пулите, галли пулите. А я вы, покажи, да, я тоже тебе сегодня помыла, видела? Помыла, говорит, мама, я помыла. Вот она тебе вот, она брала. Я тебе всё, Саша, вот это вот выбрасывай, вот это положи туда, это новое. Нет, она-то не-то. Нет, давай сюда, потому что я в пластику ещё не положила этот. Ты будешь кушать, ты хочешь? Нет, нет, можно. Девочки, смотрите, сколько, вау. На русском говори, я буду делать диету. Хотя я себе на свой живот посмотрела, ну, поправилась немножко, сейчас просишь. А мы будем сейчас в красной зоне, какая тебе разница, что будет лето? Сейчас я поем, машинку разберёшь. Покажи девочкам эти лифчики. И помыла руки. У меня салаты остались, сейчас посмотрю, если они пропали. Смотрите, диета, блин, что-то я много наварила, Сахуткина, наверное. Нормально. Ладно, ешь ты, Марина Владимировна. Сейчас, девушки, я прополосну салат. Пополосну его. Давай, давай, давай. Пока, давай, девчонка. Так, потом, вообще, лучше, не право, нахуй. Ура. Угу, я тебе потом уже попробую, когда покупаешь. Да, это твой размер, я, по-моему, там, ГАЭСка у тебя, посмотри. Я вроде тебя испугала. Хорошенький, спортивненький. Ну, обыкновенный, да? Просто, что удобно. Ты тоже, да, Нина? Я тоже сейчас всё, я вот всё, я села. И я, всё, я присела на них, это меня, девчонки, скинула. Делала карация Ютубкина. Спасибо. Спасибо. Спасибо, очень. Девочки сказали с это. Да, заполнили наоборот. Убирай. Так, что, я салат ополоснула? А мне, как-то, писали, Маринка, да попробуйте, что ты мучаешься. А я, ну да, ну да, ну да, но я просто, знаете, я в городе, те, которые в городе были, они были дороже, во-первых, стоили, то, что мы видели. Там, Хейвины дороже стоили, там, ещё это, другие марки, они быстро расползались. Так, видите, здесь у меня латуга. Боже, я всё время путаю. Латуга, чё, чё это? Сейчас я вам почитаю, чё это. Тоже, должно быть написано. Что это написано? Написано, что... Написано, что уже можно использовать без матья. А как называется, я не вижу. Не вижу. Грукола, грукола, грукола. Чё я латуга уже? И всё, девчули, сейчас наемся с этим самым. Не-не-не, сейчас, потом, я сейчас ем. Смотри, сколько я себе салата наделала. Салат, если останется, потом я ему могу подъесть. Главное, чтобы там был лимон. То есть его можно, его не то, что можно, его уже не надо промывать. Вот так вот он у меня просто стоял, в пакете закрыты. Чё вы пришли сюда все, красотки? Да я и брала лифчики спортивные, я там у неё много, я ей там раз в месяц беру там две пары специально на весну. Мы ж не знаем, закроют, не откроют, но чтобы на весну были свежие, чтобы не было такого, чтобы потом одели все эти самые и нет вот этих топиков, понимаете? Ого, я салат. Маринка, вот это у тебя аппетит пришёл, незаметно. Аппетит приходит незаметно, у тебя аппетит приходит незаметно. Ну, такой таз можно съесть. Можно съесть. Масло. А я звонок в дыре, я думала, сосед, думаю, опять, наверное, дай, 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 дай. Ну, сейчас дай, 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 задолбал уже, дай, дай. Ну, один раз даст, потом не отстанешь. Лимон полностью туда. Сейчас перемешаю это всё. Чаёк, всё. Какая булка, Маринка. Сиди, ешь салат. Брокколи, смотрите, как быстро брокколи у меня это. Раз, и всё, брокколи. Ну, я его отвою, естественно, поставлю в холодильник. Машинку не разделала, а машинка мне нужна. Потому что здесь все вилки. Я буду в Икее, я обязательно куплю ещё один набор, потому что в наборе всего штук. Если бросаешь в этот, не хватает потом вилок. Сейчас перемешаю. Всё, девчонки, ставлю чай. Тот лимон, который остался, я не выкидываю, я его ем. Я его обожаю просто. Лимон, и прям с удовольствием. Ставлю чайник. Всё, сажусь ужинать. Ужинать или обедать, или завтрак, я даже не знаю. Всё, макарошки мои уже застыли. Тоненькие вот эти вот. Уже застыли, но очень страшно. Они всё равно, они очень вкусные. Сейчас они разгребутся. Боже, какая прекрасная гармошка. Две минуты готова. И, вау, батарея садится. И вот такая вот, целая, огромная у меня. Такой салат. Всё, мне приятно. Слушайте, девчонки, это нечто. Насколько вкусно получилось. Филипп проснулся. Сейчас я макароны так разрежу, потому что немножко у меня, пока я разговаривала, послепались. Очень вкусно получилась грудка. Прям сочная, сочная получилась. Прям вот, прям вообще классно. Наверное, Филя. Там, когда он просыпается, носик у него закладывается. Прям очень вкусная грудка. Макароны, наверное, с макаронами я перемудрила. Но я не думаю, что прям сильно так это. Девчонки, грудка прям вообще, вот прям. Она прям тает. Это вкус детства в садике. Вот это Ермишель, в садике Ермишель. Такая мелкая была. Это была не Ермишель, это была пища богов. Девушка, отпишитесь, вы меня ещё смотрите, кто мне подарил эту кружечку. Девушка пришла в аэропорт, в Борисполь. Я улетала с Украины. Она пришла с дочечкой и мне подарила эту кружечку. Включила этот самый и выключился. Включила под зарядку. Девочка подарила. Очень приятно, прикиньте. Липсон. Всё, как я люблю. Причём, она не знала, что Липсон станет моей второй частью жизни. Девчонки, что я беру? Саша, я сейчас машинку, правильно? Она увидела, у меня здесь наставленная. Я могла сама убрать, но мне некогда. Я просто кое-что делаю. Я жду, что мне с одной стороны хочется, знаете, с вами поделиться. Но с другой стороны, не знаю, наверное, я с вами поделюсь. Попозже чуть-чуть. Прям лимон туда целый, огромный. Сначала я выдавливаю в чай, а потом туда. Я люблю куда чай с лимоном с лимоном. Всё, девчонки, чём, неприятного аппетита. Это вермишель просто вообще, это, я не знаю, это пищевогов. Вот такое вот тоненькое. Один по 390 копеек. А ещё если сыра натереть сюда. И грудка получилась очень мягкая. Посмотрите, какая тоненькая. Как у мивина. Только ещё вкуснее. Мне приятно, моё вам приятно. Саша, попробуй пасту, я тебе дам 5 евро. Нет, не могу. Если попробуешь... Не хочу. Ок, так хорошо. Я говорю Саша, попробуй, какая вкусная, я тебе 5 евро. Нет, 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 нет. Мама, ты же маску, да? Ты неправильно маску делаешь, дочь Немножко неправильно Доброе утро Видела, как все у тебя чистенько Я тебе купила салфеточки для носика Дай мамочку покушать Приятного аппетита Приятного аппетита Приятного аппетита